Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор пустых баночек Фаберлик. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали! Вот такой огромный пакет. Очень много всего интересного, так что настраивайтесь на долгий ролик. Первое, что покажу, закончился вот такой гель для подмывания с экскрактом череды Алоэ Вера. Их уже нет. Будем тестировать с вами новую линейку, к сожалению. Я вот в запасах нашла все последние. 16.44 артикула. Очень нравилась эта серия. Надеюсь, новая будет не хуже. Гель для душа из весенней линейки. Это у нас с вами тюльпан. Мне безумно нравится одушка тюльпана в любых его проявлениях. Здесь он есть, действительно тюльпан. Это потрясающий аромат. Он на коже вообще не держится, но хотя бы приятно принимать душ с этим гелем. Гель достаточно плотный, такой вот розоватый. Его хватает надолго, несмотря на то, что бутылочка маленькая, он хорошо пенится. И у меня не сушит кожу. Порошок. Альпийский лука. Вот так выглядит пустая упаковочка. Артикул 322. Сделано в Германии. Порошок концентрированный. Вот этой маленькой пачки хватает надолго. Мне недели на три. Летом, конечно, побольше он улетал, потому что стирок было больше. А так он достаточно экономичный. То есть одной ложки хватает на полный барабан. Если у меня барабан не полный и загрязнений сильных нет, я сыплю вообще пол ложечки. Все прекрасно отстирывается, освежается и так далее. Порошок классный, гипоаллергенный. Никаких нареканий к нему нет. Отстирывает замечательно. Поэтому пользовалась, пользуюсь и буду пользоваться. Доброген. Буквально вчера допила первую пачку. И пока сказать не могу ничего. Артикул 15729. Девочки, кто пропивал его, говорили, что облегчение наступает, наверное, ближе к концу второй пачки. Вот сейчас открыла вторую пачку, пью ее. Хочется, хочется в это верить. У меня нет каких-либо проблем с суставами. Но у меня перелом позвоночника, у меня сильно болит спина. Надеюсь, что это тоже как-то поспособствует, поможет. Но посмотрим, в любом случае это полезно. Состав хороший. У меня племянница учится в меди. И она моей сестре разрешила пить коллаген только вот в таком виде. То есть Доброген от Фаберлик. Она сказала, там хороший состав и ей его можно. Потому что ей не каждый можно. Поэтому, не знаю, посмотрим. Девчонки, напишите, когда у вас наступали улучшения и при каких заболеваниях. Будет очень интересно на эту тему пообщаться. Я обязательно вам расскажу, когда допью и когда что-то такое особенное замечу. Кофе растворимый Доброе утро. Кофе у меня практически постоянно в таких баночках. По-моему, две штуки. Тоже Доброе утро. А, нет, Добрый день. Доброе утро и Добрый день. У нас с вами утро, по-моему, без добавления молотого. А день с добавлением молотого. Если я ничего не путаю. Да, с молотым. Да, 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 день с молотым. Вот он, кстати, покрепче. Вот утро. Мне тоже нравится. Он прям хороший, тоже крепенький, хорошо бодрит. Все замечательно. Я, наверное, в следующий раз день возьму. Потому что вот это вот добавление молотого, оно хоть и дает осадок небольшой, да, но оно как-то вот, как-то день еще покрепче. Почему, не знаю. Вроде как у нас утро заявлен более крепкий, но, видимо, все-таки за счет добавления. Так, день у нас 160-49, а утро у нас 160-48. Уже много раз вам говорила, что после этого кофе в магазине уже пить не могу. Пила до этого и я, в Сынскафе, да какие только не пила. Нет, вот сейчас для меня они просто перестали существовать, они не кофе. Я не вижу от них такой бодрости, как вижу, допустим, от кофе в фаберлик. Но каждому свое, потому что девочки некоторые писали наоборот. Так, кондиционер для белья, слушайте, аж три штуки, по-моему, да. Детский с алоэ вера, линейка Фаберлик Бэйби, артикул 115-16. Золотая органа, 118-54. И сенситив, 118-56. Сенситив имеет легкую цветочную одушку, достаточно деликатную, но она на выходе ощущается. Она ощущается, на белье стирном она остается. Кто не любит, одушки нет, не ваша история. Вот после Гринли, после Гринли я не чувствую ничего на белье. Если кому-то вдруг вот надо, чтобы не ощущалось, то Гринли. Они все у нас с вами 0+, на органе, по-моему, тоже, да, пометки нету. А так сенситив 0+, то есть можете новорожденным деткам стирать вещи. И самое мягкое белье от кондиционера Фаберлик именно вот сенситив. Дальше. От детского он по мягкости у меня на втором месте. Мне безумно нравится одушка зеленого чайна. На выходе тоже есть, но она деликатная, достаточно деликатная. Люблю вот эти вот три кондиционера. Это мои самые любимые кондиционеры Фаберлик. Ароматерапия. От него немножко менее мягкое белье, но мне безумно нравится аромат. Очень нравится. Аромат такой люксовый, такой мощный, разносящийся на всю квартиру. Если вы тоже так любите, это ваша история. Так, дальше. Отбеливатель кислородный. Мы с вами его тестировали, сыпучий, да? Артикул. Мы с вами его давно тестировали уже. Я все равно беру. Вот не работают они у меня, я все равно беру. Артикул 328. Не работает. Ну не работает он у меня. В кипятке разводила. Заливала пятна. Потом стирала. Не работают они у меня. Не знаю почему. Что я не так делаю. Поэтому нет. Я опять вот взяла освежительный. Да, с ним белье вот она более белая. Она более свеженькая, более чистая. Но она такой же у меня и от порошка Фаберлик. Можно побольше чуть положить, не ложку, а полторы. И вот тот же самый эффект, потому что в порошке тоже есть оптический отбеливатель. Да, не вижу смысла вот эту штуку отдельно брать. А если какие-то пятна на белом сильные, трудновыводимые, нет. Вот нет. Тут только карандаш пятновыводитель. У меня так. Туалетная бумага. Тоже эксперимент интересный. С ней проводили. Ролик есть на Дзене. Кому интересно, проходите в Дзене. Смотрите. Артикул 304-01. Классно? Супер. Нареканий никаких. Дальше поехали. Гель для душа. Вот такой закончился. Это у Феррика Мансуэля. Мне безумно нравился и нравится этот аромат Фаберлик. Но его сняли с производства. А гель еще есть. Артикул 84-12. Парфюмерный. Не скажу, что аромат остается на теле. Нет, вообще не остается через 5 минут после душа. Но он классно пахнет. Приятно. Вообще нет каких гелей для душа, мне кажется. Кроме молочка Dream Therapy ничего не остается на теле. Пятновыводитель кислородный универсальный жидкий. И 362. Тоже нет. Ну вот. Хотя, слушайте. Если сравнивать со спреем, вот этот мне понравился больше. Я знаете, как попробовала? Я сразу нет так сказала. А оказывается нет. Освежила свою память. Вот этот еще можно брать. Я его наливала на пятно. Прямо с бутылочки. Наливала на пятно. Не скажу, что он со всеми пятнами прям супер как-то справляется. Но если налить на пятно, подождать, может быть даже потереть, а потом постирать, все нормально. Большинство пятен вот таким именно способом он выводил. А если его, как здесь написано, а здесь, по-моему, так и написано, да, выведение пятен. Так. А, вот можно наносить предварительно на пятно. А если его заливать в машинку и стирать одежду с пятнами, да, с порошком и вместе с вот этим вот средством, ничего не выводит. А вот если конкретно заливать, да. Поэтому вот такой пятновыводитель имеет место быть. Вот спрей у меня, допустим, вообще ничего не выводит, а вот этот нет, выводит. Я просто раньше всегда добавляла при машинной стирке, и он не работал, а так вот ничего, нормально. Губка ластик, это меламиновые губочки, артикул 110-42, а кто-то рассуждает о их вреде, как окружающей среде, так и всему вообще вокруг. А я люблю, понимаете, вот, а я люблю, когда мне хочется быстро и качественно убраться, я достаю эту губку и убираюсь. Она стирается, как ластик, то есть она потихоньку стирается, стирается, да. Средства никакие не нужны, просто вот этой губочкой все оттирается. Допустим, вот раньше, сейчас у меня нет кафеля на кухне, а в старой квартире, когда возле плиты собирался жир на кафеле, вот она, ну, за 3 минуты вообще идеальный кафель просто. Поэтому вещь незаменимая, у меня всегда вот хотя бы парочка должна быть в безопасе. Когда надо, достаю и прохожусь, и все отлично. Сильные загрязнения удаляют, ну ура. Маска Арису, очень такая спорная маска на самом деле, вулканический пепел. Так, для кожи головы, я вам артикул сказала, по-моему, да? Так, артикул 7730. Я брала ее по срокам годности и заметила, ну, интересный такой факт. И девчонкам в Телеграм рассказывала, сделала маску, потом маска, она для корней. На всю длину ее ни в коем случае наносить не рекомендую, потому что она безумно сушит голову, волосы. А вот если у вас быстро жирнится кожа голова, то это ваша история. Я вот так вот сделала после шампуня, потом нормальным бальзамчиком обычным, да, еще на волосы нанесла после этой масочки. Все как после этого смыла, пошла гулять. Это было летом. Два раза так. Чувствую откуда-то вонь. Вонь жуткая. Тухлятина прям неимоверная. Поняла потом, что это волос. Видимо, когда жара и голова потеет, и вот вместе с маской выделяет, и вот такая вот гадость получается. Вонь жуткая, вообще не выветривается до следующего мытья головы практически. А сейчас, когда я ее добивала, она вот такая вот серенькая, достаточно густая, я сделала ее перед шампунем, потом еще бальзамчик, то есть шампунем ее смыла с волос, потом еще бальзамчик. И нет, не было такого эффекта, никакого запаха. Сама она по себе плохо не пахнет. У нее достаточно приятный парфюмерный такой отголосочек легенький есть. Вот. Но имейте в виду, да, что вот такое вот возможно, если у вас сильно потеет голова. А так она хорошо очень подсушивает корни волос, прям она работает изумительно. С ней гораздо дольше, волосы остаются чистыми. БАД. Витамин С плюс цинк. Вы знаете, я не могу говорить вот о БАДах Фаберлик, там работает или не работает, потому что доказать их эффективность можно только сдав анализы до приема, как бы и после. Если хотите, пожалуйста, можете сдавать. Мне неохота. Артикул 157-89. Витамин С и цинк это вообще необходимая жизнь, необходимые вещи. Витамин С внутрь и наружу, он для красоты, для молодости организма, для жизнеспособности клеток, чтобы противостоять каким-то факторам окружающей среды и заболеваниям. Поэтому всегда за. Вот за витамин С руками и ногами. Он нужен и просто необходим каждому. Мы недополучаем его все равно с пищей в той мере, в которой он нам необходим. Поэтому пью. Составы у БАДов Фаберлик хорошие. У меня очень много здесь БАДов. Энерджи Бум. Любимый мой БАД. Я, правда, пью не по инструкции, по одной штучке с утра в завтрак. Артикул 157.27. Это энергетик. Это энергетик с нормальным таким составом. Не могу сказать, что он не учащает сердцебиение или все что-то. Никаких таких побочек от него не заметила. Пью по одной штучке. Мне хватает на день, чтобы бодрячком быть, чтобы все дела делать все в ажуре. Потому что спим мало, встаем рано. Так. Мета-апускорение. Артикул 157.74. Ну, не знаю, девчонки, если питание свое не менять, ни ускорение, ничего не будет. Нет, оно работает, но эффекта нет. Вы не похудеете. Если вы просто начнете вот эту систему пить, да, вы не похудеете. Нужно рот на замок закрывать, все равно придерживаться правильного питания. И спортом заняться. Но это как бы тоже зависит от здоровья. Вот. Поэтому вот такой вот мой отзыв. Я всегда говорила это и давно уже и говорю. Ну, когда-то вот зачем-то брала и допила. Кейп. 157.55. Вчера буквально допила. Это у нас с вами водоросли. Это у нас с вами йод. Который тоже необходим. Особенно с женщинами. Потому что после 30-ти многие женщины склонны к заболеваниям щитовидной железы. А йод ей просто необходим для нормального функционирования. Если нарушения в щитовидной железе, начинаются сбои настроения. Начинаются гормональные. Это гормональный сбой, который очень сильно влияет на настроение. Очень сильно влияет на жизнеспособность организма, скажем так. Поэтому вот такую штуку тоже рекомендую. Надо еще взять обязательно. Посмотреть, какая цена будет. Еще обязательно взять. Так, еще бабик, бабик, мальчик. Так, Лес-Вит контроль. Абсолютно то же самое, что и про Мета-Ап. Я могу вам сказать. Если не воздерживаться, то и Лес-Вит не поможет. 157-76. Есть такой вот легкий контроль. Если выпить ближе к ужину, то может быть чуть поменьше съешь. Но не более. Тоже не похудеешь. Даже если все 3, все 4 пить за раз. Артрафорте пропила. Не могу сказать, что есть какой-то эффект. Потому что, я говорю, единственная проблема опорно-двигательного аппарата у меня, это перелом позвоночника. И, ну, я не думаю, что тут Артрафорта справится, если честно. 157-91 артикул. Но все равно для поддержания организма в своем здоровом состоянии. Потому что возраст. Потому что все болячки начинают обостряться у нас с вами к 40, да, после 40. Это все очень надо. Это очень хорошие составы. Поэтому я безумно рада, что Фаберлик дает нам такую возможность следить за собой. Пусть не медикаментозно, а пусть такими вот бадами. Два кетчупа, не чаев, артикул 160-50. Кетчупа два классических. Мы их очень сильно любим. Вкусные, нравятся. Самые вкусные кетчупы у меня вся семья обожает. Они без сахара, с акзамом и из помидор в череп вкусненькие. Так, петти-пелс. Салфетки влажные, про них много раз рассказывала. Это серия для животных, артикул 308-04. Я удаляю мы сложные пятна с ковров, когда крестюшка их запачкивает. Много раз уже рассказывала. Они прекрасно работают. Потрясающе. Просто не остается следа. Так, дальше. Жидкое мыло с хлоргексидином. Артикул. Где? Где артикул, девочки? 27-17. Странно они его тут пишут. Это линейка Эксперт. Эксперт, да, как применяю, всегда стоит на кухне у меня коврик для мытья посуды, для сушки посуды, допустим. Не собираюсь сегодня в стирку бросать, да, раз его прополоскала вот с этим мылом. Стол протерла. Соски уже у нас отпали. Соски с ним мыла. Могу бутылочки с ним мыть крестюшные. Тряпочки кухонные, да, если тоже сегодня в стирку не собираюсь их бросать. Раз как следует с мыльцем прошла, повесила, сушится. Все отлично. Поэтому вот всегда тоже сейчас беру. Это мой маска Фаберлик. Так дальше. О, предсталетие. Давно, наверное, лежит, где-то затесалась пачка салфеток влажных. Их, по-моему, тоже уже нет на складе совсем, да, Фаберлик Бэби. И в новой линейке я пока салфеток не увидела. Очень печально. 17-98 артикул. Они нас полностью устраивали. Вообще все с ними отлично. Целых две зубных пасты Ксюшкиных. Груша. Тоже полностью устраивают. 6+. Действительно, груша. Действительно, такая зеленая гелевая паста. Классная. Очень хорошо очищает эмаль. Все замечательно. Прям вот очень хорошо. Мне нравится. Я сама ее пробовала, на себе тестировала. Средства для устранения. Гель для устранения засоров. Пасту я вам артикул не сказала, наверное. 23-59. Гель для устранения засоров и профилактики. 302-44. Мне нравится. Он работает. Мне кажется, с сильными загрязнениями он прям такими. Вот когда вообще труба и надо сантехника вызывать, конечно, не справится. Но для профилактики я его заливаю, у меня никаких проблем нет. То есть бывает, чуть плохо сходит вода. Я прям заливаю. Даже не на 15 минут, а на подольше. И потом смываю обильным струей теплой водой. Можно кипяточком из чайника. Будет еще эффективнее. Скоро проведем с этим средством с вами эксперимент. На Дзене тоже девочки подали идею. Очень интересный эксперимент. Обязательно скоро отниму. Представляете, кончилась туалетная вода. Вообще это бывает у меня крайне редко. Вот что декоративка, что туалетная вода. Они настолько долго играющие, что редко кончаются. А тут муж сегодня с утра допшикал вот эту водичку Дон Леон. Представляете, много стоит парфюма в использовании, а он вот им в последнее время пользовался. Это один из достойных мужских ароматов Фаберлик. Вот действительно, если выбираете кому-то на подарочек, обязательно присмотритесь. Он классный. От 20 до 50 вообще точно подойдет. Он такой универсальный, здоровский, суперский. Стойкий, средний, как у всех парфюмов Фаберлик. Ну, часов 5-6. На одежде долго, если принюхиваться. Он классный. Вот он классный. Я не умею ароматы описывать, но вы знаете, мое к нему скептическое отношение, особенно к женским Фаберлик. А вот этот вот хороший, действительно, действительно стоящий аромат. Ну вот и все, мои хорошие. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Продолжение следует...